Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы продолжаем наши занятия. Тема сегодняшнего занятия – бумага пластика, летняя полянка. А вначале поговорим о бабочках. Бабочки – одни из самых красивых, привлекательных и удивительных насекомых. Известно свыше 150 тысяч видов бабочек, обитающих на Земле. Причудливость и яркость окраски их крыльев – сказочная. За их красоту люди дали бабочкам красивые имена – павлиний глаз, адмирал, махаон, аполлон, зорька, парусник маака и многие другие. Все виды бабочек относятся к одной из крупнейших групп насекомых – отряду чешуек крылых. Такое название они получили из-за крошечных чешуек на крыльях. Именно чешуйки образуют на крыльях бабочек красивые цветные узоры. Как и у всех насекомых, тело бабочки разделено на три отдела – голова, грудь, брюшко и снабжено тремя парами ног. Очень интересные, сложные глаза бабочек. Они состоят из 6000 крошечных частей, которые называются линзами. Бабочки питаются нектаром цветочных растений. Они погружаются в сосущий хоботок, внутрь цветка и при помощи особых чувствительных волосков отыскивают сладкий сок. Многие виды бабочек питаются соком деревьев, перезревшими и гниющими фруктами. Развивается бабочка постепенно. Из яиц появляется личинка, называемая гусеницей. Личинка превращается в куколку. Из куколки появляется бабочка. За свою жизнь самка бабочки откладывает до 1000 яиц. Бабочка откладывает свое потомство в одном месте много лет подряд. Один из наиболее редких видов бабочек – птицекрылка королевы Александры. Группная дневная бабочка. Размах крыльев до 32 см. Этот вид бабочек находится на грани полного вымирания. Обитает только в Новой Гвинеи. Самой красивой бабочкой считается пестрая тропическая бабочка уранья. Обитает на Банагаскаре. Размах крыльев 7-11 см. Самая крупная ночная бабочка в мире – павлиноглазка Атлас. Размах крыльев более 30 см. Поэтому ее часто принимают за птицу. Обитает в Южной Азии. Самой мелкой в мире считается синий карлик. Размах крыльев, который составляет всего 1,4 см. Обитает в Южной Азии. Бабочка Гретта или стеклянная бабочка считается изолитой для хищников. Потому ей не спешат полакомиться. Отсутствие цвета у бабочки – это способ маскировки. Цвет проходит сквозь маленькие крылышки насекомого. Вследствие чего оно становится практически невидимым и незаметным для птиц и других хищников. Проживает в Южной Америке. Размах крыльев до 6 см. Самая выносливая бабочка в мире – монарх. Она может преодолеть тысячу километров без остановок. Обитает в Северной и Южной Америке. Размах крыльев 9-10 см. Бабочки-монархи разбираются в лекарственных растениях и умеют применять их в медицинских целях, если помощь требуется их потомству. Самая распространенная бабочка в России – павлиний глаз. Такое имя этот вид бабочек получил благодаря внешнему сходству с раскраской пыльев павлина. Размах крыльев от 4 до 7 см. Одна из крупнейших бабочек мира – Мадагаскарская комета – ночная бабочка. Размах крыльев составляет до 20 см. Хвосты бабочки нужны для защиты от летучих мышей. Отражая утрозвуковые сигналы мыши, хвосты отводят внимание хищника от тела бабочки. По способности опылять растения бабочки занимают второе место после пчел. Бабочки различают оттенки трех цветов – желтого, зеленого и красного. Видят только вблизи. У них отсутствует слух. Вместо этого они ощущают вибрацию. Бабочки способны поглощать вдвое больше еды, чем сами весят. Среди бабочек есть такие, у которых отсутствует рот. Они живут за счет той энергии, которую накопили в стадии гусеницы. Вкусовые рецепторы у бабочек находятся на лапках. То есть, стоя на растении, они могут ощутить его вкус. Оказывается, что секрет бабочки скрыт именно в ее чешуйках на крылышках. Они поддерживают температурный баланс, а также повышают плетность. Хоботок бабочки – это видоизмененная нижняя челюсть, которая преобразована в сосущий орган. А вот гусеницы бабочки – довольно сильные челюсти, благодаря которым она может оживать твердую пищу. Бабочки никогда не спят. Бабочки – существа древние. Их изображение присутствует на египетских фресках, которым более 3,5 тысяч лет. Бабочки приносят как большую пользу, так и вред для сельского хозяйства. В стадии гусеницы они уничтожают листья на плодовых деревьях, что ведет к потере урожая. В то же время взрослые бабочки помогают опылению растений. И хотя гусеницы бабочек приносят вред, они нужны природе. Птицы кормят своих птенцов гусеницами. С каждым годом бабочек становится меньше. В нашей стране более 100 видов их занесены в красную книгу, а в башке 10 видов бабочек. Бабочка – самая нежная, хрупкая насекомая. Она доставляет нам радость и является украшением лугов, полей. Так давайте же будем беречь бабочек, ведь они очень нуждаются в нашей с вами защите. Для создания поделки приготовим картон зеленого цвета для фона, бумагу разных цветов, карандаш, ножницы, клей-карандаш, линейку и зубочистку. Цветок сделан у нас из квадрата с длиной стороны 6 см. Складываем пополам по диагонали. Потом еще раз. И еще один раз. Вот так. Рисуем лепесток. Вырезаем. Разворачиваем. Можно края лепестков немного загнуть для объема. Листик из прямоугольника 5х3 см. Листойм листочек. Тоже вырезаем. Такой листочек. Бабочка у нас состоит из двух квадратов. Верхние крылья побольше. Это значит 8 см длиной стороны квадрата. А другой квадрат длиной стороны 7 см. Верхние крылья побольше. Сгибаем гармошкой. Вначале намечаем складки. Себе. От себя. Себе. От себя. Мы поканим эти складки. Разворачиваем. Одна половинка у нас уже готова. А вторую часть сгибаем по намеченным линиям. Отмечаем центр. Находим. Вторую часть точно так же делаем. Намечаем складки сначала. Возвращиваем. И сгибаем по намеченным линиям. Сгибаем пополам. Усики. Длина 8 см. Заворачиваем с помощью палочки. Закручиваем. Вот так получается у нас. Соединяем детали. Можно сразу приклеить в центре. Усики. И оборачиваем полоской бумаги. Соединяем у нас две детали. Крыльев. Все расправляем. Все расправляем. Полоской белка. Усики. 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 получается закрепляем бабочки и цветы и листья на картоне картинка готова желаю вам успехов спасибо за внимание всего самого доброго до новых встреч